В командном зачете третьей всероссийской летней спартакиады команда Республики Мариел заняла 16 место из 65 возможных, завоевав 16 медалей. 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Для сравнения, на второй спартакиаде, которая прошла 4 года назад, в копилке нашей сборной было всего 6 медалей. Главные награды спартакиады вручали на церемонии закрытия, ставшей еще одним большим спортивным праздником. Кстати, торжественную церемонию закрытия спартакиады наши телезрители смогут увидеть уже через несколько минут после выпуска новостей. Третья всероссийская летняя спартакиада инвалидов. Самые большие старты в истории Республики и, пожалуй, самое яркое событие этого лета. Она оставила след не только в истории Мариел, но и в душе каждого из нас. Этим ребятам от 14 до 18. И у каждого из них своя история победы. Победы над собой, над общественным мнением и, конечно, над своим диагнозом. Они сильные духом, железной волей и огромным желанием жить полноценной жизнью. Люди с безграничными возможностями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 574 комплекта медалей, 20 командных кубков по спортивным дисциплинам. И еще три общекомандных. Всего в соревнованиях приняли участие спортивные делегации из 65 регионов страны. Из них 1278 пара спортсменов, порядка 200 судей, более 550 тренеров и сопровождающих. Итоги. Третьи летние спартакиады подвели на масштабные церемонии закрытия. Когда волнение было уже позади, ребята и наставники могли в полной мере насладиться послевкусием спортивного праздника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самые многочисленные команды приехали в Йошкар-Алу из Москвы – 103 человека, Московской области – 101 человек и Краснодарского края. Это 71 участник и сопровождающие. Самые малочисленные паралимпийские сборные – по 3, 4, 5 человек – прибыли на спартакиаду из Белгородской области, Республики Коми, Саха-Якутия, Адыгеи, Кемеровской области и Магадана. Но здесь, в Мэрел, все регионы слились в одну большую команду. Спорт объединил ребят с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. На равных боролись за победу и те, у кого интеллектуальные нарушения. Рядом со своими особенными спортсменами всегда были тренеры и наставники, которые, как никто, знают цену победы особенных людей. Это тепло Мариинской земли нас греет, нас объединяет. А вот этот маленький мяч настольного тенниса, он самый маленький со всех видов спорта. Обратите внимание, сколько сердец он объединяет. И все это по истокам приходит в большую реку, реку дружбы, реку тепла. Мы общаемся и мы даем им возможность общения. Зачастую подобные дети, они замыкаются в квартирах, в четырех стенах. И родители стесняются их выводить на люди. Наша задача тренеров – их оттуда вынуть. И чтобы они вот так в обществе чувствовали себя полноценными. Для всех участников соревнований «Спартакиада» – отличный шанс попасть в паралимпийскую сборную страны, чтобы в будущем представлять Россию на международных соревнованиях. Здесь у нас как бы находится не самый первый эшелон, а второй эшелон. Потому что члены сборных команд здесь не участвуют. Эти данные соревнования являются как бы наглядностью того, какие у нас резервы. Помогают выявить таланты и наши резервы, с которыми дальше доводят до уровня сборных. На трибунах Ледового дворца «Мариэл», на арене которого прошло открытие и закрытие третьей летней «Спартакиады», эмоции зашкаливали. Эти ребята, может, и не слышат, и не видят, но прекрасно чувствуют гордость за себя, за тренера, за родителей, за регион. Кстати, приветствую выступления волонтеров, незаметных и незаменимых помощников участников «Спартакиады» «Зал встал». Дорога к победе всегда непростая, но нам не помеха и сотня преград. Команда родная, одна ты такая, ты самых высоких достойна наград. У злиних экранов и на стадионах, ты видишь, ты слышишь, ликует народ. Команда родная, с тобой миллионы. И скажем мы дружно, Россия вперед! Проведение «Спартакиады» в Мариел высоко оценили на федеральном уровне. Представители Министерства спорта и Паралимпийского комитета страны сравнили ее по охвату с Паралимпийскими играми в Сочи. Это гордость за страну, что у нас в стране есть такая республика, есть такие люди, которые вытворяют чудеса просто-напросто. Для кого чудеса-то вытворяют? Для этой категории людей? Это нас хотели обездвижить. Мне действительно доставляет огромное удовольствие от всего увиденного, а больше всего удовольствие доставляет от результатов, это понятно, от того, как выступали ребята от стадионов. Меня больше всего удивил город. Я хочу еще раз поблагодарить Александра Александровича, поблагодарить правительство, поблагодарить буквально всех и вот средства массовой информации, которые освещали как никто. Подготовка была на самом жестком контроле у главы республики. Мы чувствовали дыхание из Москвы этого процесса. Желающих приехать сюда на первичном этапе было примерно 4 тысячи инвалидов. Мы понимали, что мы не сможем здесь обеспечить и на федеральном уровне создать условия, поэтому мы немножко подсократили программу и количество участников чуть-чуть уменьшилось, наполовину, 2200. Но это очень много. Вы можете себе представить, когда проходили в Сочи паралимпийские игры, мир приехал, и было около трех скопейчих тысяч мир. А это мы здесь, в России. То есть мировой масштаб. Да, паралимпийский масштаб. Поэтому мы с ними работаем в самом высоком уровне. Глава Мариэл Александр Евстифеев поблагодарил московских гостей за участие в церемонии закрытия спартакиады. Отдельные слова благодарности руководитель региона адресовал спортсменам и организаторам спортивного праздника. Несмотря на то, что решение о проведении этого форума спортивного было принято в 2013 году, мы об этом факте новый состав правительства узнали в октябре прошлого года. Поэтому времени у нас было очень мало. Почему получилось? Потому что старалась вся республика. Вот за это всем спасибо. Вот это я как раз хотел сказать. Кто это все? Ну, прежде всего, спасибо нашим спортсменам, потому что если бы у нас не было команды, то мы бы, конечно, не имели интереса. Это также, знаете, спорт, это также как увлечение языком. Если нет востребованности в языке, язык изучить невозможно. Спортивное мероприятие нельзя провести на площадке, на которой нет спортсменов. Поэтому прежде чем спортсменам, тренерам, учителям физкультуры, ну и посмотрите, кто участвовал. Трудно себе предположить, но в этом спортивном форуме, в его подготовке, участие принимали весь, без исключения состав правительства, мэрия столицы, главы администрации всех районов, творческие коллективы, наши артисты, повторюсь, наши спортсмены. Наши педагоги, наши врачи, наши дорожники, наши строители. Все, кто живет и думает о республике, все думали этим спортивным мероприятием. Вот за такой республиканский патриотизм от меня большое спасибо всем. Кстати, на домашних соревнованиях команда республики Мариэл на 16-м месте турнирной таблицы из 65 возможных. Третьи в ПФО. В копилке наших ребят 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых наград. 37 параспортсменов выкладывались в 4 из 7 представленных в спортивных дисциплинах. Плавание, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис. Для сравнения, на предыдущей, второй спартакиаде инвалидов 2015 года, медальный зачет нашей команды составил 6 медалей. Общекомандное место было 23-е. Очень довольны. Спартакиада прошла на высоком уровне. Ребята показали свои сильные результаты, хорошие результаты. Заняли много медалей. Заняли в итоге 16-е место из 65 регионов. Это очень достойно. Третья в Поволжье. Так что все ребята молодцы. Даже те, кто не заняли призовые места, но все ребята показали у нас свои лучшие результаты, лучшее время, лучшие секунды. Я думаю, в следующем спартакиаде мы побываемся за призовую тройку. Больше всего наград увезла с собой сборная Москвы. Неудивительно. Самая многочисленная команда пробовала силы во всех дисциплинах без исключения. Все прошло очень волнительно. Мы сегодня наконец-то, то, к чему долго стремились, мы это получили. Мы вложили много сил в эту победу, и поэтому у нас сегодня такой хороший праздник. Наша команда – сборная Москвы. Молодцы, ребята! Следующая, четвертая всероссийская летняя спартакиада людей с безграничными возможностями пройдет в 2023 году в Казани. На торжественной церемонии закрытия республика Мариэл передала официальный флаг спартакиады республике Татарстан. Мы надеемся, что после этих соревнований адаптивный спорт в нашей республике обретет новую жизнь. Все больше ребят потянется заниматься не только физической культурой спорта, но и станет профессиональными спортсменами. Я испытываю гордость за республику. Я чуть-чуть огорчена, что вроде бы казалось, только все начинается, и так быстро все прошло. И я уверена, что таких соревнований в нашей республике теперь станет намного больше. Для нас это большая честь принимать спартакиаду российского уровня. В республике созданы все условия для проведения этих соревнований на высоком уровне организационном. Уверен, что в самом спортивном регионе нашей страны, спортивной столице, в городе Казани, соревнования пройдут на высоком уровне, где, будем надеяться, будет еще большее количество участников. Тебя лично хочу благодарить, тренерский штаб, который каждый день занимается с такими ребятами, одаренными. Большое спасибо. Восемь дней упорной борьбы, восемь дней дружбы и общения, новых знакомств и новых впечатлений. Они пролетели как один миг, но в памяти каждого участника. Третья всероссийская летняя спартакиада оставила свой неизгладимый след. Чувство, что завтра будет лучше, чем вчера. Для этого надо просто верить в собственные силы и постоянно стремиться вперед. Стремиться вперед, стирая грани. Хороший впечатление осталось. Запомни, я тут спал таки, а нам всегда. Запомнилось то, что да, это трудно, есть к чему стремиться и уже есть с чем сравнивать. В памяти, в общем, останется все достопримечательности, красивые виды города, пейзажи. Очень понравился город, медали получили, очень красивое оформление на память, очень красивые медали. Еще что понравилось? Что такое? Хорошие результаты показали, очень довольны результатами. Друзей много новых нашли? Друзей новых нашли. Да, познакомились, очень интересные впечатления. Я нашла очень много новых друзей. И мне нравится то, что придумывают какие-то мероприятия для всех. Не только для здоровых людей, но еще для тех, кто плохо слышит, видит, ходит. Конечно, масса впечатлений, мне очень понравилось. Я вообще на этой Спартакеаде первый раз. И, конечно, бы хотелось еще принять участие. В следующий раз очень понравилось. Город красивый, люди добрые. Полные телеверсии церемонии открытия и закрытия Спартакеады вы можете увидеть в наших соцсетях и на YouTube-канале. Самые яркие моменты действия от начала и до конца запечатлели журналисты, телеоператоры и режиссеры телеканала «Мэтр», которые все эти дни были бок о бок со спортсменами, переживая с каждым радость победы, победы над собой. Человеку знать не дано Сколько времени будет он жить Вот оно, выбирать оно Как ему с этим временем быть Жить 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 Жить